посмотрите европа с высоты птичьего полета сан марина хороший шоппинг нет это же дай разрушитель цаков матерь дракона это этот замок вы видели с дороги вот это кайф джакузи с таким видом смотрите какой вид открывается из этого ресторана всем большое привет вы на канале личное лето мы сейчас находимся времени в италии сегодня у нас завтрак в этом отеле хотим сказать завтра классный очень понравился я уже пришла все посмотрела здесь вот различные салатики и закуски овощная нарезка какие-то пирожки сыр ветчина круассаны мясной рулет пиццы закуски здесь очень много сладостей тирамису пироги потом вижу брауни насыпной пирог и конечно фантастический вид на море просто посмотрите также можно сделать чай кофе там кофемашина это прям какой-то сладкий стол знаете как на утреннике или на дне рождения седьмом классе много пирогов трубочки с кремом плот я молоко так что очень-очень хороший завтра вот я думаю стоит ли садиться за этот столик солнце падает и жарковато возможно сейчас пересядем нас эту столик открывается потрясающий вид на море и пляж очень-очень красиво время 9 часов ровно и море такого сейчас красивого цвета она по-моему немного ушло на улице нет суеты прям курорт прям вот сочи или адлер вчера до пяти утра музыка бум-бум-бум причем русская громыхала кто-то по соседству так зажигал отрывался там было все это дело но мы так спать хотели что для нас это не было проблемой если хотите прям такого отжига и супер веселья мне кажется здесь она есть еда очень вкусная есть такие слойки с сыром луком все такое очень нежное сочное невозможно прям оторваться хочется все попробовать крыши данного отеля открывается хороший вид на ремени вы можете представить какая здесь местность курортный городок у моря окружен горами они невысокие больше такая холмистая местность достаточно красиво зелено живописно кстати в этом ресторане есть столики на ту сторону вы можете выбрать сидеть и завтракать с видом на море или на горы вот в эти красивые горы мы сейчас и направляемся потому что там город страна сан марина все мы выселяемся из отеля саша немного тянет время хочет побольше посидеть отдохнуть и игру скорее едем в рим а вообще очень удобно на машине я прихожу пять минут закрыла глаза и ушла в спячку просыпаюсь уже флоренция уже ремени мне так нравится а вот саша говорит что его непросто вот кстати до сан-марины показывает ехать 20 километров но посмотрим сколько у нас это время займет сейчас время 10 часов 5 минут мы проехали 10 километров и вы не поверите по левой стороне уже сан марина вот здесь на карте смотрите есть такие очертания границы страны это так странно мы едем по италии а вот с левой стороны уже другая страна и пятнадцатая страна в нашем списке я думал ну может полиция будет стоять до паспорта надо будет показать ну или как-то проверяться нет просто табличка сан-марино все мы в другой стране да здесь все по-другому вообще бонжарно люди мы поднимаемся вверх в горы можете посмотреть как выглядит городок обычное здание домики трех-четырех этажную это прям как из фильма про средние века посмотрите европа с высоты птичьего полета фантастический вид очень красивые деревушки в горах поля леса горы вот эти вот узкие тропиночки которые как змейка виляют вдоль гор и видно море он на самой вершине стоят замки я надеюсь мы сейчас туда тоже заберемся мы припарковали машину и сейчас хотим вам показать какой вид открывается с этой точки нас встречает рыцарь на балконе как здесь свежо здесь вообще не жарко солнечно и такой знаете приятный свежий ветерок холодок мы когда были на кипре нам рассказывали о том что богатые люди на лето уезжали в свои дома в горах потому что в горах не так жарко на море вообще никто не селился не жил не было раньше там отелей люди ценили отдых именно здесь где свежо прохладно и очень красиво и сейчас я понимаю почему там знойная жара а здесь свежо как будто начало мая конечно паркинг везде в европе платный и для нас это но не очень приятно не очень привычно но если по был бесплатный и не контролировался по времени то представьте какой хаос и безумие здесь бы было невозможно было бы поставить машину найти место и если кто-то подумает что можно оставить машину идти не проплатить паркинг плохая идея потому что здесь много полицейских они ходят контролируют каждую машину мы сейчас поставили в неположенном месте мы думали что там можно там написано паркинг 30 минут мы думали что можно ставить на 30 минут и там такая женщина суровая подошла говорит здесь нельзя ставить давай наверх шуруй и мы там говорим извините извините она такая очень невозмутимая с ними лучше не связываться да причем вроде знак стоит до паркинг прям под знак паркинга ставлю нет здесь нельзя встать езжайте на платный паркинг вот это кайф джакузи с таким видом отель чей-то вот кстати знак куда никогда нельзя заезжать нам туристам а мы хотим просто прогулять по городу посмотреть конечно мы не узнаем история мы не узнаем что здесь было может быть почитать перед поездки или после поездки историю я немного читал но не будут рассказать потому что это нудно и не интересно никому лучше просто покажем вам что здесь есть san marino хороший шопинг здесь цены ниже чем в италии поэтому если будете здесь ходите побродите по магазинам можешь найдете что-то выгодно вы просто посмотрите какой здесь выбор очков они наставлены в два в три в четыре ряда просто набросана все бренды есть интересно какие цены здесь у нас рай для тех кто любит часы как вы поняли хорошие цены есть скидки большой выбор очков вот мы смотрели сейчас очки dolce gabbana за 130 евро продают цены здесь низкий получается вот эта вся улица состоит из различных брендовых магазинов а здесь уже начинается кафе цены на еду кстати здесь низкий маргарита 480 с салями 580 нормально посмотрите какой вид открывается из этого ресторана вся италия на ладони черепичная крыша холмистая местность и все залито солнцем и здесь у нас вход в замок сейчас узнаем сколько стоит вряд ли это будет бесплатно смотрите простой билет на вход стоит три с половиной евро в зависимости от того сколько музей вы хотите посетить соответственно цена будет выше мы взяли билеты по четыре с половиной евро это этот замок мы видели с дороги а я думаю сюда нельзя заехать а ты знал что можно ну практически заехали пешком немного прошлись 9 евро за двоих отдали и вот мы стоим на том самом замке очень красиво представь здесь жил какой-нибудь лорд если игру престолов знаете как королевской гавани стою здесь образовалась очередь на подъем на самый верх приходится подождать пока всем поднимутся здесь такой узкий проход как они здесь у вас раньше не представляю мне кажется здесь классные квесты можно проводить все красивые вот как в исторических играх типа моровинт кто играл тот поймет пойдем на самый самый верх все мы на самом верху враги на севере враги на юге нет это же дайнерис разрушитель цаков матерь дракона на самом верху получается только окна открытые смотровой нет но это достаточно я очень рад что мы залезли на самый верх выше уже некуда значит не знаю какие люди раньше сильные жили даже вот эту штуку сдвинуть ну как это все строили дело на горе всем привет если вы думаете подниматься на эту башню в этом замке или нет то однозначно говорю подниматься здесь классно здесь получается нереально классные кадры мы выложим в наш инстаграм обязательно заходите там будут все наши фотки посмотреть в трубу стоит 1 евро кто бы сомневался в принципе свою цель я выполнил забрался на самый верх дальше гулять особого смысла не вижу весь обзор мы посмотрели очень здесь красиво но нужно двигаться дальше сегодня нам нужно добраться до рима еще если бы я была принцессой запертой высокой башни ты бы полез меня спасать сам марина как и времени очень много русских везде русская речь так что если вы запутаетесь или что-то не знаете всегда есть у кого спросить я очень хотела еще в италии купить себе очки я знаю что здесь недорогие в общем время мерила одни дольче габбана они стоили двести восемьдесят евро я подумала блин что-то как-то дорого двести восемьдесят не стала брать хотим они мне очень понравились и тут я нашла такие же за 160 евро вот и дела но они здесь стоили 200 с чем-то а сейчас скидка и вот получил 160 девушка из молдавии продавец прекрасно говорит по-русски помогает определиться формы и там все рассказывает и она рассказала как она оказалась в италии 15 лет живет здесь интересно а мы теперь сам пришли в туалет смотрите какой здесь интересный туалет все уже автоматизировано бросайте 50 центов и проходите главное чтобы двери потом открылись очень много классных магазинчиков вот этот специализируется на камнях нет драгоценных посмотрите можно купить себе на память и вот такой здесь минерал большой не обработанный мы встретили нашего зрителя и причем уже не первый раз первый раз меня зовут алексей из волгограда и по счастливой случайности я вот встречаю наших дорогих ребят уже второй раз за три дня первый раз во флоренции сейчас вот в сан-марино сан-марино я говорю мы в следующий раз еще где-нибудь встретимся обязательно в какой-нибудь другой стране ну мир тесен ребята встретим как тебе италия ну замечательно очень интересная страна первый раз дорогая конечно ну что поделать архитектура просто замечательная я был время но сильно поражен там и раскопок очень много даже больше раз в 10 чем я представлял флоренции это просто моя любовь теперь классно такая архитектура узенький а вечером какая-то атмосфера хорошая а венеции не был венеции был замечательный тоже очень очень же могли бы и там встретиться да ну блин не получилось спасибо спасибо тебе большое счастлива удачи все мы закончили прогулку сейчас я посмотрю во сколько мы оплачивали оплачиваем и в 1117 сейчас у нас время пять минут второго получается нужно выделить на прогулку хотя бы два часа чтобы успеть смотреть замок и немного пошопиться выдвигаемся сан-марино движемся прямо в рим показывает ехать триста тридцать один километр 4 часа 17 минут сейчас время 13 08 посмотрим сколько у нас и займет времени я поставил точку до рима я не знаю по какой дороге мы поедем но он выбрал какую-то самую короткую не факт что это будет магистраль возможно мы будем ехать по проселочным дорогам мы сейчас проезжаем какой-то посел городского типа здесь двухэтажные домики можете посмотреть как живут местные останавливаться здесь мы я думаю не будем смотреть особо нечего едем такими дорожками конечно скорость у меня 50 60 километров не так быстро как на магистрали но зато можно посмотреть и далее изнутри когда едешь по магистрали ничего не видно а здесь хоть какое-то разнообразие в италии за бензин можно оплатить через терминал вставляйте банкноту подъезжаете к нужному месту вот у меня сейчас первая колонка у карты можно карты оплатить он горит или деньгами нажимаете номер один например у меня 1 только после этого снимается пистолет и начинаете заправляться если сначала ставить пистолет он вам не даст заправиться на навигатор выбрал нам такие дороги понять с ними где мы едем до рима еще 300 километров мы поднялись на какую-то гору есть конечно вид классно открывается ничего не говорю но как-то странно и Субтитры подогнал «Симон» 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 аренду запомните как выглядит здание где у них все машины знак про который я говорил зона трафика лимитата стоит вот где вот этот столб я у него спросил он сказал никаких проблем у вас не будет можете не переживать так что под этот знак именно вот сюда повернуть можно такси мы отдали 8 с половиной евро дали 10 но у него не оказалось дачи полтора евро он дал нам только 50 центов ну да ладно вот такая здоровенная красивая дверь в наш отель отель называется кстати камбал лакшери и вот кнопочка наша здесь много видимо разных отелей может еще какие-то люди живут на обзор отеля будет уже в следующем выпуске а у нас на этом все огромное спасибо что посмотрели это видео были канале вечное лето если вам понравилось наше путешествие сан марина то ставьте лайки подписывайтесь на наш канал пишите добрые комментарии задавайте свои вопросы заходите в нашу группу вконтакте в наш инстаграм увидимся в следующих выпусках вас очень сильно любим до новых встреч пока пока